А я тебе говорю, что пшено в прикормке работает гораздо лучше твоего гороха. С чего ты взял? Что такого хорошего в пшене? Во-первых, на пшено ловят уже с покон веков, причем ловят успешно все дедушки, прадедушки. Очень хорошие отзывы. Я сам лично на пшено ловил гораздо лучше, чем на горох. Также пшено готовить гораздо проще, чем горох, ну, как по мне. Ну, когда я начинал свою фидерную карьеру, я ходил и смотрел на местных рыбаков в Киеве, кто на что ловит, кто использует какую прикормку. И те как раз деды, о которых ты говоришь, поголовно все ловили на горох. Они использовали горох и говорили, не надо ничего, уду, покупну прикормку, выкинь. Говорят, только горох перемолотый, он дает пыль и приманивает именно леща. Я точно так же смотрел, наблюдал, как ловят старые, бывалые рыбаки, но почему-то я у большинства видел пшено. Вот особенно вот эти сталичники, которые ловят на вот эти вот кормушечки, типа, ну, мешочки такие, сеточки. Забивают туда какую-то кашу, пшено, все это забивается и очень успешно ловят, особенно леща. Поэтому, ну, не знаю, я считаю, что пшено работает лучше. Слушай, давай не будем спорить, просто проверим. Согласен, вот как раз мы сейчас едем на рыбалку, и давай на этой рыбалке мы это проверим. Давай, я буду ловить на горох, ты будешь ловить на пшено, мы выберем одинаковую дистанцию, мы выберем одинаковую снасть, одинаковый монтаж, одинаковый крючок, все одинаковое. Но у тебя в прикормке будет намешано пшено, у меня горох. Согласен, все, по рукам. По рукам. Друзья рыбаки, всех приветствую на нашем канале. Привет. Ну что ж, середина сентября. Как-то в этом году холода пришли довольно быстро и довольно резко. Но мы посмотрели погоду еще в начале недели и увидели, что пятница, суббота, воскресенье, отличная погода, тепло, солнышко, никакого дождя, никаких туч, ветра, кстати, тоже быть не должно. Но поэтому приняли решение ехать на рыбалку. Скорее всего, уже в этом году не будет таких теплых дней, да еще так, чтобы вот три дня подряд. Решили ехать, как бы если ехать, то уже ехать серьезно. Решили поехать довольно далеко от нашего дома, в Неданчичи. У нас там было уже когда-то видео, ну, может, кто не помнит, я напомню, Неданчичи – это такое место, где Днепр проходит по границе с Беларусью. То есть Украина, потом половина Днепра – это тоже Украина, и следующая половина Днепра, и следующий берег – это уже Беларусь. То есть пограничная зона. Да, там Днепр довольно интересный, он интересен тем, что он дикий, скажем так. Дикий мы его называем, потому как он находится до всех вот этих вот шлюзов, там, до Каневского, до Киевского водохранилища. В общем, как бы вот эти все шлюзы особо на него не влияют. Основная задумка нашего видео, как вы уже могли видеть, вначале наш такой небольшой спор по поводу того, что лучше работает в прикормке – горох или пшено. И на этой рыбалке мы будем, скажем так, экспериментировать. У нас будет такой небольшой батл, небольшое такое мини-соревнование между собой. Влад будет ловить исключительно на прикормку с добавлением гороха. Я буду ловить на точно такую же прикормку, только с добавлением пшена. Все остальное будет абсолютно одинаковое. Мало того, даже мы варили этот горох. Я варил горох себе и сварил сам себе пшено. Да, хорошо заметил, действительно. Причем это, кстати, не специально. Мы чисто как-то вот так случайно получилось, мы собирались. У меня дома было пшено, у Влада был дома горох. Зато по-честному. Я говорю, Влад, ты вари горох, я тогда сварю пшено, как бы, и не будет сильно напряжено. И как бы каждый сам себе сварил то, на что он будет ловить. В общем, все будет, как я уже сказал, одинаково. Разница будет только в горохе и в пшене. Удилища у нас будут, ну, удилища сами по себе разные, но у нас даже катушки будут одинаковые, шнуры одинаковые. Будем обставить абсолютно одинаковые монтажи, крючки, лески. И дистанция будет абсолютно одинаковая. То есть, чтобы все было максимально по-честному. Но мы поставим не два садка, а поставим три садка. Почему три садка, объясняю. Ну, по одному садку у нас будет, это те садки, куда каждый будет бросать рыбу, которую поймает, которая будет идти в зачет. То есть, это рыба, которая будет поймана именно на то удилище, которое вот у нас будет стоять на одной и той же дистанции с одинаковыми монтажами. А третий садок мы поставим для того, чтобы, ну, в общем, третий садок у нас будет общий. Мы его поставим для того, потому как мы будем ловить на два удилища, ну, у каждого будет по два удилища. И на одно, ну, и одно удилище у нас, получается, будет как бы на одной дистанции, но второе удилище мы будем бросать уже там, куда попало. Там уже у нас будут и монтажи, возможно, разные, и дистанции разные. В общем, это удилище в зачет идти не будет. Поэтому по одной палке у нас в зачете, которая будет на одинаковой дистанции, как я уже сказал, и по одной палке это как бы уже будет такая произвольная рыбалка, как обычно, и вся рыба, которая будет поймана на вот эти вот произвольные, скажем так, удилища, она будет бросаться в общий третий садок. А в конце мы будем взвешивать именно только ту рыбу, то есть тот улов, который будет пойман вот на те одинаковые удилища. С разницей, напоминаю, гороха и пшена. Интересный эксперимент, в общем, решили как-то разнообразить нашу рыбалку, добавить какого-то азарта, какого-то спортивного интереса. В общем, мы сейчас едем, приезжаем на место, прикормку я покажу, какой у нас будет замес. Там замес будет абсолютно простой, я все это покажу. Сейчас пока едем, еще мы в дороге приедем, там уже включимся и все вам покажем. Так, ну мы уже приехали, нашли место, место замечательное, очень красивое. Вот, вот он Днепр, солнце уже садится. Мы, кстати, до сих пор еще не решили, будем ли мы сегодня начинать ловить, еще не знаем, потому как надо еще обустроить наш лагерь, поставить там палатку и все остальное. А солнце буквально сядет там минут через 40. Не знаю, будет ли смысл ловить, еще подумаем. Но место очень красивое, вот там вот, как я уже говорил, на том берегу находится Беларусь. То есть вот до середины Днепра вот так вот идет граница. Здесь у нас Украина, там Беларусь. Очень красивое место, вот такая вот сосна. Мы под ней поставим стол, здесь вот рядом поставим палатку, ну а там будет стоять машина. Чистейший воздух, очень пахнет хвоя, здесь хвойный лес. Вот это все, ну практически все, это сосна. Ну есть, конечно, и лиственные деревья, но преимущественно сосна и запах просто невероятный. Вот, а в прошлый раз мы были немного вот туда вот, в ту сторону мы, тут было все занято. И мы ловили в той стороне, немного туда дальше по дороге. Сейчас получается мы находимся чуть-чуть правее, если брать вот так вот по заезду, чуть правее и вот ближе к тому железнодорожному мосту. Вот там вот железнодорожный мост, по нему ездят поезда, мы немножко ближе теперь к нему. Ну будем пробовать, как бы это даже плюс, но мы немножко в другом месте. Посмотрим, как здесь будет, возможно здесь какой-то рельеф другой, там какая-то бровочка. Так, ну что ж, друзья, в общем мы немножко отдохнули, посовещались, посидели, подумали. И пришли к общему решению, что сегодня мы не будем раскладывать наше удилище. Потому как уже, как видите, вот солнце вот там вот за деревьями уже село, уже начинает темнеть. Скоро вообще будет ничего не видно, а мы в принципе ночью ловить не планировали, по крайней мере сегодня так точно. Потому что мы уставшие с дороги, это все вот эти организационные моменты, пока там закупились, пока доехали, пока нашли место. И на это ушло очень много времени, считайте день вот потеряли чисто на то, чтобы вот попасть на это место. В общем сейчас раскладываем палатки, будем начинать готовить ужин и потом будем ложиться отдыхать. А завтра с самого утра мы приступим к рыбалке. С утра я вам покажу замес прикормки, с утра мы заклипсуемся, найдем дистанцию, свяжем все монтажи, все поводки. И в общем будем ловить, будем проводить наши такие маленькие мини соревнования горох против пшена. Друзья, всем доброе утро, уже новый день, наконец-то стало светло, мы уже проснулись, начали собирать наши рабочие рыболовные места. Все уже там подготавливаем, как раз Влад вот этим и занимается. А я сейчас буду замешивать прикормку. Буду сейчас делать два одинаковых замеса, только в одной прикормке будет горох, а в другой прикормке будет пшено. Ну и сейчас, собственно, покажу, какой замес у нас получится. Собственно, вот наша рыболовная кухня. Значит, в левом ведре у нас будет замешиваться прикормка на пшене, в правом в этом ведре будет замешиваться прикормка на горохе. Высыпаем сюда пшено, сюда высыпаем горох. Как пшена, так и гороха здесь одинаковое количество, то есть варили по килограмм. И будем наши каши размешивать с покупной сыпучей прикормкой. В качестве сыпучей прикормки у нас будет прикормка от G-Stream. Это серия премиум, самая, скажем, топовая прикормка у G-Stream. Ну, в общем, будем на ней и замешиваться. Значит, на каждый замес мы будем использовать вот так вот килограмм универсальной прикормки и килограмм прикормки на леща. И теперь такую же точную прикормку добавляем в пшено. Все, это я сейчас перемешаю, не буду тратить время, не буду это все на камеру показывать. Вы увидели замесы, тут дальше уже принцип понятен. Просто нужно все это перемешать и увлажнить. Единственное, что покажу, увлажнять мы будем не просто обычной водой, а еще в воду добавим карамельную меласу. Тут, как бы в этих местах, должен быть лещ. Ну, он здесь есть, просто, не знаю, поймаем, не поймаем, но мы, тем не менее, на него рассчитываем. А лещ, как известно, любит сладенькая. И вот здесь вот как раз меласа на карамели. Она с таким довольно сладким ароматом, приятным. Мне лещу понравится. Все, вода у нас замешана на карамельной меласе. Я сейчас все это перемешиваю, увлажняю. И затем через минут 20-30 сделаю еще повторное увлажнение. И все, наша прикормка будет готова. Мы уже полностью разложили наше удилище. Прикормка наша полностью готова. Как мы и говорили, вот у меня прикормка с пшеном. У Влада такая же прикормка, только с горохом. Все остальное мы сделали полностью одинаково. Вот, Влад, тоже покажи. Мы связали одинаковые паттерностеры. Постарались сделать приблизительно одинаковое вот это плечо. Отвод одинаковый. Одинаковой длины. Полностью даже одинаковые кормушки поставили. Здесь, кстати, течение очень мощное, поэтому кормушки с шипами 120 грамм. Возможно, даже перейдем на 150. Да, у нас есть такие же, тоже одинаковые по 150 грамм. Поводок длиной 55 сантиметров. Тоже, видите, одинаковый. Крючки одинаковые. Крючки у нас шестого номера. Что еще? А, дистанция у нас одинаковая. Дистанция получается по вот этой катушке. Катушки у нас одинаковые. Так, зацепился тут сейчас. Вот, катушки одинаковые. Отличаются только тем, что у меня ручка справа, у Влада ручка слева. И по вот этой катушке, это 6000 грамм, получается ровно 40 оборотов. Дистанция у нас абсолютно идентична. И сейчас мы вам это покажем. Сейчас только оснастимся тут. Ничего начнем по наживке. Наживку мы тоже будем цеплять одинаковую и принимать решение о ее смене тоже вместе. Ну, я бы сейчас попробовал начать с бутерброда. Давай с бутерброда. Один небольшой красный червь и три опарыша. И три опарыша. Вот так вот я бы сделал. И поэтому сейчас мы зарядим наши снасти и покажем вам, сделаем такой заброс одновременно. И покажем, чтобы вы были убеждены в том, что дистанция у нас абсолютно одинаковая. Одели наживки, как и говорили, по одному червю и добавили по три опарыша. Прикормка забита в кормушке. Делаем заброс. Один, два, три. Вот, абсолютно одинаковая дистанция. Четко. Мы очень тщательно вымеряли. Вначале я заклипсовался, нашел место, потом Влад. И мы вот именно сделали так, чтобы полностью по оборотам совпадало. И, как видите, у нас стоит три садка. Я уже вначале говорил, когда мы ехали, об этом. Там, то есть, один садок, это будет мой. Сюда будет идти рыба, вся, которая поймана на той вот дистанции, на которой стоит Влад. То есть, это будет зачетная рыба нашего небольшого конкурса. И это, соответственно, у Влада его садок будет. А по центру такой вот самый галимый, самый старый кривой садок. Это чисто для вот этих вот дополнительных удилищ. Но эта рыба уже будет чисто незачетная. Это мы так будем ловить там для удовольствия, скажем. Это будет ближняя дистанция вообще. Где-то вот здесь будем ловить недалеко от берега. Потому как прошлая рыбалка на этом же месте нам показала, что здесь очень хорошо работает именно ближняя дистанция. Вот. Вот такие вот дела. В общем, ловим. Наконец-то мы уже забросились. Это был, можно сказать, первый такой заброс. Уже с наживкой, с прикормкой. Ловим. Пытаемся темповать. Надо кормить. И будем вам показывать самые интересные моменты. Вот только мы забросились. Влад сразу получил поклевку на вот это вот левое удилище. Это удилище, которое у нас будет в зачете. Поэтому интересно. Так, первая зачетная. Небольшая. Белоглазка, наверное. Наверное, да. Ну что, Влад получает первое очко. 1-0 в пользу Влада. Эта рыбка на отпущение. Мы ее отпустим, конечно же. Но пока в садке для зачета она побудет. Так, я достаю вторую. Вторую зачетную рыбу. Небольшую рыбку. У Дениса, похоже, тоже что-то нет. Нет. Да, думал, что рыбка бы как-то тяжело, но и шло. Небольшая, но это 2-0. Поклевочка на ближней дистанции, на незачетное удилище. Стоял там пуфик. Вот это джистримовский пуфик. Джистримовский пуфик, да. Белая рыба. Небольшая рыбка неплохая плотва. Я так понимаю, она не придет. Наверное, странно. Но пуфик работает. Все работает. Для неданчичей это вообще не результат. Да. Размер рыбы. В прошлом году здесь мы на ближней дистанции ловили довольно крупную густеру. Такую, как в Киеве, считалась топовой. Вот, за всю рыбалку одна. Здесь была постоянно на каждом забросе. Сегодня как-то так. Поклевочка на зачетную палку. Рыбка небольшая, но, по-моему, есть. Аккуратненько. Нет, пусто. Рыбки так и нет, но поклевочка была энергична. Что-то сегодня очень много холостых поклевок. Возможно, причина в том, что у нас не самые, скажем так, мелкие крючки. А рыба, как мы видим, пока клюет очень мелкая. Но мы рассчитываем все-таки на рыбу покрупнее. Поэтому крючок мелкий ставить не будем ради того, чтобы наловить мелочи. Смысла в этом нет. Будем все-таки ждать покрупнее. Надеемся, что когда точка более закормится, интенсивно подойдет рыбка. Хотя течение здесь сильное, и корм, наверное, все-таки сносит. Крупная фракция только остается в ракушке. Будем смотреть дальше. Опять же, день на день не приходится. Может быть, завтра будет активный клев. Может, к вечеру он появится. Продолжаем кормить. Дистанцию менять пока не будем. Возможно, сменим наживку скоро, но пока тоже не меняем. Поводок тоже устраивает пока полностью. Так, в общем, сейчас интенсивность поклевок и размер рыбы нас немного не радуют. Это все идет речь, особенно о наших дальних зачетных удилищах, на которые у нас проводятся мини-соревнования пшено против гороха. И мы решили что-то поменять. Но поскольку мы делаем все одинаково, меняем мы тоже все одновременно, мы решили убрать красного червя в данный момент и одевать вместо червя просто пять опарышей. Вообще, видели, в одну точку положили. О, даже фрикцион работает. Это у тебя ближний получается. Готовься по цаку. По цаку, по цаку, сейчас. Да, там такая именно поклевка была мощная. Как карась клюет, так обычно. Оно, это лещ. Ты смотри, какой хороший лещ. Это незачетная удочка, но эта рыбка хорошая. Хорошая. Только мы сидели и обсуждали, что в дневное время клев не очень. Можно пойти приготовить себе обед, учитывая, что мы еще даже не завтракали. И тут вот такое. Да, ближняя дистанция сработала хорошо. Отличный лещ. Единственное, что надо его в тот садок бросать. Поклевка на пикер. Это очень хорошо, потому как прошло уже полдня, а я не поймал еще ни одной рыбы. Влад меня по полной облавливает. Это, конечно, поклевка на незачетное удилище, но, тем не менее, хоть рыбу в руках хочется подержать. Ну, вообще, небольшая. Вроде бы густирка, да, перышки красные. И она отправляется в общий садок. Значит, просидели мы полдня на рыбалке, даже уже чуть больше. И за это время мы поняли, что все-таки дальняя дистанция, а именно 40 метров, работает не так, как хотелось бы. То есть, Влад оттуда получил несколько поклевок, но рыба была абсолютно мелкая вся. Я за это время вообще с дальней дистанции не поймал ни одной рыбы. Но при этом с ближней дистанции Влад поймал уже леща. Но, к сожалению, эта палка была у нас незачетная. И плюс, вот мы видим, соседи бросаются всем недалеко, и у них, в принципе, такая достойная рыба попадается. Поэтому мы приняли решение немного уйти ближе. Я вначале думал просто тупо уйти метров на 10 сюда, ближе к берегу. Но решили в итоге, что я одену маркерный груз, и от нашей 40-метровой дистанции просто начну тянуть в сторону берега. И вот ближайшее интересное место, какая-то бровка, ракушка найдется, и на этом месте мы заклипсуемся. Я так и сделал, и получается, что заклипсовались мы на 5 метров ближе к берегу. То есть, теперь мы бросаем не на 40 метров, а на 35 метров. Поэтому сейчас протестируем еще эту дистанцию. Ну, а там уже посмотрим. Возможно, не исключено, что придется приходить еще ближе к берегу. Потому что здесь ближняя дистанция работает лучше. И также вот наша прошлогодняя рыбалка в этих местах тоже нам показала лучший результат именно на ближней дистанции. Только поменял дистанцию, сразу же поклевка на наше дальнее зачетное удилище. Все-таки смена дистанции работает. По крайней мере, и сейчас сработало. Сход буквально вот здесь вот, возле садка. Была рыба, обидно, конечно. Но ничего, то, что сработала новая дистанция, это уже очень хорошо. Надо поклевочка на зачетное удилище. Вначале было похоже, что это типа как перекат, потому как траву несет довольно интенсивно, но все-таки это была поклевка. Так и есть. Стала небольшая рыбка. Не знаю, что происходит, но рыба сегодня такая. При том, что мы поменяли дистанцию. Ну, в любом случае, в зачет для общего веса. Тебе это в плюс. Друзья, уже утро нашего третьего дня на природе. Ну, вчера рыбалка, конечно, была совсем никакая. Целый день был очень слабый клев. У меня так вообще. Одна рыбка, у Влада там совсем немного. Ну, и, конечно, один лещик Влад поймал. Сегодня встали еще раньше. Вот над водой такая вот дымка стоит. Туман, красиво. Возможно, сейчас утро нам принесет каких-то хороших трофеев. Посмотрим. Ну, и ловим сегодня еще полдня. И будем собираться домой. И вот за вот эти полдня нужно что-то поймать. Будем пробовать. Мощная поклевочка на дальнее удилище. Что-то тяжелое. Да, вот она утренняя поклевка. Ой, как хочу, чтобы это был лещ. Еще и Влад там где-то кофе делает сзади. Наверху. Да, это лещ. Это лещ. Влад, Влад, ты мне успеешь помочь? Влад бежит. Это хороший лещ. На зачетное удилище. На зачетное удилище. Так, давай, давай, Влад. Красава. Вот он. Вот он утренний. Не зря я с таким трудом вставал. Пять раз будильник откладывал. Вообще, за верхнюю губу, за самый краешек. Это хорошо, что у леща такая мясистая губа. Смотрите, какой. Это я сделал второй заброс буквально вот с утра. На ту же самую точку, где вчера ловил целый день. Но вчера не получилось встать так рано, как сегодня. Супер. Поклевочка на зачетное удилище. Это не лещ. Но, по-моему, рыбка есть. Да, есть. Вот такая, как вчера. Да. Густера. На бутерброд ловим. Поклевка на зачетное удилище. Что-то есть. Что-то небольшое. Вот такая же. Друзья, наша рыбалка продолжается. Мы еще немного посидели. Ну, после утреннего леща, к сожалению, не было каких-то там хороших, интересных экземпляров. Поймали еще пару небольших рыбок. Вот. Ну, и решили сделать маленький перерывчик. Сейчас мы будем завтракать. Мы себе приготовили вот такую вот замечательную шакшуку. Просто отличнейшее рыболовное блюдо. Немного позже выйдет видео. И я под этим видео оставлю ссылочку, как это блюдо готовить. Говорю сразу, это просто отличнейшее блюдо, отличный завтрак на рыбалке. Нужно совсем немного ингредиентов. Все ингредиенты простые. Но при этом это просто невероятно вкусно и сытно на рыбалке. В общем, мы сейчас завтракаем. Завтракаем и отправляемся туда вот, на наши рыболовные места. Будем продолжать ловить. Надеемся, что до конца сегодняшнего дня нам удастся что-то поймать. Это на зачетное удилище, да? Да, еще одна. Плевка на зачетное удилище. Такая-то небольшая рыбка есть. Все та же густера. Вот такая густерка. Такая же, как у Влада. Так, ну вот это на дальний зачетный фидер. Тоже густерка, но чуть-чуть покрупнее уже, чем была до этого. Ну что ж, ребятушки. К сожалению, на рыбалке время летит очень быстро. Все эти дни пролетели буквально как одна минута. Скоро уже будет садиться солнце. Нам еще очень много собираться, долго ехать. Поэтому надо уже рыбалочку нашу заканчивать. Что касается нашего такого небольшого эксперимента по поводу пшена и гороха. Ну, мы вот так даже недавно пообщались и пришли к выводу, как бы исходя из того, что вот мы увидели на данной рыбалке, пришли к выводу, что нет каких-то преимуществ как у гороха, так и у пшена. Также нет каких-то недостатков. Абсолютно две равноправные добавки в прикормку работали абсолютно одинаково. Если так вкратце по нашим уловам, вы сами видели, у нас вчера клевала в основном мелкая рыба с дальней дистанции. Но на ближней дистанции Влад поймал леща. Мы, конечно, его отнесли к незачетной рыбе, потому как это была совсем другая дистанция. Но если так откинуть все вот эти правила, то как ни крутите, а леща Влад поймал именно на прикормку за горохом, хоть и на другой дистанции. Сегодня у нас, в принципе, такая же ситуация. На той же дальней дистанции клевала тоже мелкая густера. Но сегодня я поймал леща, ну, на дальней дистанции. И на пшено. А мелкая вся рыба клевала у нас одинаково. Ну, у Влада почему-то, опять же, не знаем почему, просто лучше засекалась. Но поклевки были одинаковые. Я уверен, что это та же самая рыба, та же самая густера, потому что я тоже ее иногда доставал. Вот. И получается, что из этого всего можно сделать один вывод. Тут даже не нужно проводить какие-то там взвешивания. И та, и та прикормка, точнее, добавка в прикормку работает отлично. Работают они, в принципе, одинаково. Опять же, раз на раз не приходится. Бывают разные места, бывают там разные дни, разная погода, разная пора года, разные месяцы. И все это влияет. Опять же, когда-то может лучше сработать и горох, когда-то может лучше сработать пшено. Поэтому у нас вот получилась такая вот рыбалочка с таким вот небольшим экспериментом. Отдохнули мы отлично. Конечно, хотелось бы побольше рыбки, но, в принципе, совсем без улова мы не остались. Рыбу поймали, взяли по-хорошему лещу, половили немножко густеры. Будем уже заканчивать, будем собираться и ехать домой. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. Всем пока. До новых встреч. Я закинул подальше. В общем, перед, как это произошло, это подлещик. Перед тем, как уже собираться, я расклепсовал ближнее удилище и кинул 150-грамовой кормушкой подальше. И вот оно, галлоном такого подлещика. Это у тебя какое удилище, ты говорил? Это которое было ближним. А, ближним. Я расклепсовал, повесил кормушку 150-грамм и кинул сколько смог. Ну, такой вот бонус напоследок.